Аккуратно утрамбовывая аппетитные кусочки езя по баночкам, Вера Алексеева, студентка 4-го курса Ямальского полярного агроэкономического техникума, хоть и уверена в своих навыках, но все равно немного переживает. Ведь расклад конкурсный. Обязательно, чтобы мясо к верху было, чтобы было все компактно и совпадало по весу. 230 граммов рыбы ни больше и ни меньше. Все должно быть в норме и по стандарту. Только так эксперты поставят высший балл. Девушки и парни знают это точно. Ведь на производстве не впервые. Накладывается рыба, потом взвешивается, чтобы точно было либо чуть-чуть меньше, 229, но лучше 230 всегда. Особый момент – соблюдение техники безопасности. Горячие заливки, масло и соусы, конвейерная лента – все это только обостряет внимание и конкурсантов, и наблюдателей. За конкурсантами, за студентами всегда наблюдает, следит старший мастер непосредственного участка, где проходит либо конкурс, либо практика. На площадке соревнований молодых профессионалов поблажек давать никто не собирается. Ни судьи, ни конкуренты. Здесь лучшие из лучших. В своей компетенции рыбообработка. У них высокий уровень, потому что до этого они уже были отобраны. Хорошо обработать рыбу, правильно сделать нанеску, то есть правильно провести все технологические операции, которые они знают именно в теории. Уже завтра участников конкурса ждет кулинарный и коптильный цеха. Там они будут упаковывать полуфабрикаты и показывать сноровку в укладке ряпушки на специальные решетки. Кто в совокупности за все этапы наберет больше баллов, тот и победитель. Именно фаворит поедет представлять наш регион на всероссийском уровне.